Они долго готовились, выбирали наряды, делали прически, заказывали самые красивые цветы для своего первого учителя. Виктория Кузнецова сегодня первоклашка, чувствует себя совсем взрослой. Утром она впервые смогла взять на руки своего домашнего любимца. Я его беру просто вот так вот за лапы и иду с ним куда надо. А сейчас хочу его вот так поднять. Ну то есть ты уже выросла и можешь поднимать кота, правильно я понимаю? Да. В этом году 79-ю Самарскую школу пришли 73 первоклассника. Уже 4 сентября они сядут за парты. Именно в этот день для них прозвенит настоящий первый звонок. Ну а пока еще есть время побегать, посмеяться и до торжественной линейки поиграть с аниматорами. Я вам скажу, вы удивитесь. Я в эту школу пришел, когда я только открыли первый класс. И у меня сегодня 50-летний юбилей. Поздравить ребят с началом нового жизненного этапа приехала глава Самары Елена Лапушкина, которая сама окончила 79-ю школу. В рамках всероссийской акции «Спасибо учителю», которая приурочена к году педагога и наставника, она вспомнила и поблагодарила своих учителей. Я желаю вам в новом учебном году, конечно, новых побед. Я, конечно, желаю вам друзей, новых открытий, новых знаний. Предлагаю вам задуматься уже сейчас, кем вы будете в дальнейшем. В городе, в регионе, в стране так много делается, чтобы вы могли развить абсолютно все ваши способности, все ваши таланты. Пользуйтесь этим и хочу попросить вас быть патриотами. Патриотами своей семьи, своей школы, своих друзей, города, страны. Особые поздравления в адрес педагогов и учеников прозвучали в год 50-летия учебного заведения. Много лет в 79-й школе работает этнографический музей «Русский дом». Ученики ведут активную работу в направлениях волонтерства и тему русского движения. В 2021 году здесь состоялось открытие «Парта героя» участнику боевых действий в Афганистане Юрию Голубкову. По анализу результатов государственной аттестации, в 2023 году школа 79 попала в топ-10 лучших результатов по русскому языку. Прошлый учебный год у нас действительно был полон достижений. И мы об этом говорим, мы об этом знаем. Это и прекрасные результаты наших выпускников 11-го класса на ЕГЭ. У нас три медалиста окончили школу. У нас есть 100 баллов по русскому языку среди выпускников 11-го класса. Впереди у нас новый учебный год, а значит это новые достижения, значит это новые успехи. За последние три года педагоги школы приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства. В их числе учитель года Самарской области. Большая работа в общеобразовательном учреждении ведется по поддержке молодых специалистов. Они получают помощь в методической и организационной работе от опытных педагогов-наставников. Стоит отметить, что 79-я школа находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. Недавно вблизи учебного заведения был открыт новый детский сад. Это позволило обеспечить малышей Кировского района дополнительными местами в дошкольные учреждения. К учебному процессу в 79-й школе Самары, как и во всех учебных заведениях города, приступят в понедельник. В этом году в 11-й класс перешли 23 выпускника. На торжественной линейке в День знаний они дали напутственные слова первоклассникам. Хотелось бы пожелать просто не бояться и идти вперед. Все будет классно, отлично. Тебя всегда помогут, поддержат. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.